Кандидат в медицинских науки Сингулова Алина Зульфатовна, республиканский онкологический диспансер Республики Татарстан имени профессора Сигала Казани. Высокий интерес нейроэндокринным опухолям обусловлен их ростом заболеваемости, которая по мировым данным может достигать до 8 случаев на 100 тысяч населения и имеет тенденцию к росту. Несмотря на то, что они традиционно считаются редкими опухолями, их заболеваемость возросла за последние десятилетия и, по данным эпидемиологической информации СИР, 6,4 раза. Наряду с этим взаимосвязь между наследственными мутациями в геносистеме репарации ДНК и нейроэндокринными опухолями недостаточно изучена. Было признано, что от 15 до 20% нейроэндокринных опухолей являются частью наследственных генетических синдромов, включая МН1 и МН2, синдром фон Хиппелиндау, нейрофиброматоз и туберозный склероз. Но совсем недавно с появлением секвенирования нового поколения был достигнут определенный прогресс понимания спорадических нейроэндокринных опухолей. Так, Юджин Джао и соавторы исследовали 68 спорадических нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы и обнаружили, что наиболее часто мутированными генами были ДАКСА-3Х, МН1 и гены пути МТОР. Несмотря на все эти достижения, большой процент пациентов не отвечает на существующую противоопухолевую терапию, либо же у них развивается лекарственная резистентность. Это подчеркивает необходимость разработки более новых эффективных методов лечения, что и может быть достигнуто путем разработки только за счет лучшего понимания молекулярных механизмов, которые лежат в основе патогенеза нейроэндокринных опухолей. В данном обзоре представлены гены сигнальной пути, которые, как показано в исследованиях молекулярного пролиферирования, часто изменяются на нейроэндокринных опухолях, а также их прогностические и терапевтические значения. Представлены также пути, которым уже есть. Одобрены таргетные препараты для пути МТОР – это веролимус, для ВИДЖИФЕР – это сунетини, для рецепторов самоцитатина – это аналоги самоцитатина, актериатит и ланреатит. Также представлены пути, на которые ведутся исследования. Результаты работы Международного консорциума генома рака по нейроэндокринным опухолям выявили 4 основные пути. Репарация повреждения ДНК, ремоделирный хроматином, изменение теломер и передача сигналов в ПИК-3 МТОР. Потеря ДАКС или АТРХ встречается в 40% нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы, является взаимоисключающей и связанной с дисфункцией теломераза. Синки и соавторы определили потерю ДАКС и АТРХ как неблагоприятный прогностический фактор. Потеря АТ и ДАКС и АТРХ была связана с большим размером опухоли, более поздней стадии заболевания и отдаленными метастазами. Белки, кодируемые генами ТСС-2 и ПТН, которые являются ключевыми ингибиторами пути МТОР, недостаточно экспрессируются в большинстве первичных нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы. Доступны различные терапевтические агенты, нацелены на различные компоненты данного пути, но на данный момент зарегистрирован только один таргетный препарат – это Эверолимус. Мутации в генах-супрессорах опухолей ТП53 и РБ1 редко встречаются в высоко дифференцированных нейроэндокринных опухолей, включая и НЕО-Г3, но часто встречаются в низкодифференцированных карциномах в НЕКах. Как было показано, что потеря РБ вместе с мутацией КРАС является прогностическим фактором ответа на препараты ПЛАТИНА. Результаты исследований GS-авторов у 13 пациентов с нейроэндокринными опухолями выявили 74 мутирующих гены и 93 мутации. Анализ выявил 21 взаимодействие, 10 из которых были связаны с репарацией ДНК. У пациентов было 1 или несколько мутаций в геносистеме репараций ДНК, включая MSH2 и 6. Следует отметить, что роль микросателитной нестабильности в канцерогенезе нейроэндокринных опухолей и в тактике лечения менее изучена. Большинство нейроэндокринных опухолей рентгенологически гиперваскулярны, с повышенной гиперэкспрессией пронгиогенных факторов и их рецепторов. В исследовании Гилберт выявил гиперэкспрессию рецепторов VGFR-1 до 80% случаев. Полученные данные свидетельствуют также о том, что более высокая экспрессия ангиогенеза встречалась у нейроэндокринных опухолей с более низкой скоростью пролиферации. Это и объясняет эффективность таких таргетных препаратов, как сунетиниб, именно у высокодифференцированных нейроэндокринных опухолей. Еще одним потенциальным применением молекулярных маркеров является введение пациентов с NEN-G3. В частности, при выборе лечения на основе различий высокодифференцированных нейроэндокринных опухолей G3 и низкодифференцированных NEC. Определение дифференцировки нейроэндокринных опухолей основано на морфологии и индексе пролиферации К67. Но существует значительное различие в результатах лечения среди пациентов с высокодифференцированными G1, G2 и высокодифференцированными G3, а также среди пациентов с высокодифференцированными NEO-G3 и с NEC. Также стоит отметить, что и клиническое поведение пациентов среди NEO-G3 также различается. Недавно полученные сведения указывают на то, что NEC молекулярно гораздо ближе к аденокарциноме желудочно-кишечного тракта, чем к NEO-G3 с мутациями в таких генах, как RAS и TP53. В рекомендациях ESMO 2020 года было рекомендовано использовать мутации RB1 в качестве различия между NEO-G3 и NEC. В первых исследованиях NGS все выявленные геномные аномалии в нейроэндокринных опухолей были соответствующие, как и в экзокринных новообразованиях, той же локализации. Тем не менее, были также и выявлены мутации, которые специфически связаны с нейроэндокринной опухолем. Несколько исследований показали, что такие мутации, как TP53, CRAS, RB1, чаще встречаются в низкодифференцированных карциномах и являются маркерами низкодифференцировки, а другие мутации, такие как MAN1, DAX, A3X, чаще встречаются в нейроэндокринах опухолей высокой дифференцировки, как мы до этого описывали в поджелудочной железе. На основании этого, наряду с морфологией индексом пролиферации КИС-67, возможно также использовать молекулярные профилирни для дифференцировки нейроэндокринных опухолей. Выявление также данных мутаций открывает новые возможности в использовании таргетной и иммунотерапии. Исходя из вышесказанной, целью нашей работы стало определение молекулярного профиля нейроэндокринных опухолей. Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи. Это определить наличие и частоту мутаций в геносистеме репараций ДНК у пациентов с нейроэндокринной опухолей в зависимости от наследственно-онкологического анамнеза. Впервые был проведен анализ пациентов с диагнозом нейроэндокринных опухолей желудочно-кишечного тракта с учетом отягощенного наследственного анамнеза методом секвенирования нового поколения на выбранной панели. Установлена взаимосвязь и проведена оценка риска наличия мутаций у пациентов с нейроэндокринной опухолей в зависимости от отягощенного наследственного анамнеза. Полученные результаты исследований вошли в базу данных онко-БРСЕ, содержащей информацию о частотных вариантах геносистемы репараций ДНК, в рамках проекта «Наследственные синдромы» в Российской Федерации для использования в клинической практике. В ходе работы было проведено НЖС-секвенирание на выбранной панели 86 образцов крови пациенту с нейроэндокринной опухоли, наблюдающихся в Республиканском клиническом онкологическом диспансере Республики Татарстан в период с 2018 по 2019 года, в зависимости от онкологического наследственной отягощенности. Критериями включения был диагноз НЕО, ранний возраст манифестации до 60 лет и наследственный онкологический анамнез у родственников 1-2 линии родства. Все исследуемые пациенты были разделены на две группы. Основная группа с отягощенным наследственным анамнезом и контрольная группа без отягощенного анамнеза. В ходе проведенной работы было выявлено 20 мутаций у 16 пациентов, что составило 18,6% обеих наблюдаемых групп, в том числе патогенные и условно-патогенные мутации в генах системы репарации ДНК, такие распространенные, как ТП-53, РАД-51Б, БРС-1-2, ЧЕК-2, и более редкие, например, как Фанкл, СЛХ-4, СДХ-1. В контрольной группе без отягощенного анамнеза у троих пациентов из 47 наблюдались такие мутации, как БРС-2, МЛХ-3 и МОДИР. В основной группе с отягощенным наследственным анамнезом было выявлено у 13 пациентов, что составило 33,3% от общего числа данной группы. Продолжительность наблюдения за всеми пациентами составила более года. Максимальное время наблюдения составило 231 месяц. За этот период в основной группе умерло 5 пациентов с мутациями СДХ-1, СЛХ-4, РАД-51Б, БРС-1, ТП-53, МСХ-2, что составило 12,8% от общего числа пациентов данной группы. Распределение умерших пациентов основной группы по мутациям и степени злокачественности представлено на таблице. В контрольной группе без отягощенного анамнеза умерло за весь период 12 пациентов, все из которых имели четвертую стадию заболевания, и у шестерых была низкая степень дифференцировки. Среди умерших контрольной группы выявленных мутаций не было. Для определения связи наследственной анамнеза и наличия мутации был проведен расчет отношений шансов и относительного риска. Было установлено, что наличие наследственно отягощенного анамнеза у родственников в первой и второй линии родства влияет на частоту мутации у пациентов с диагнозом нейроэндокринно-опухоль. Отношение шансов составило 7,33. Кроме того, из проведенных расчетов следует полагать, что наличие наследственно отягощенного анамнеза увеличивает частоту мутации в 5,22 раза по сравнению с группой, где наследственный анамнез не отягощен. Таким образом, была установлена зависимость частоты мутации в опухолях от наследственно отягощенного онкологического анамнеза. Мутации наблюдали с 33,3% случаев в основной группе с отягощенным наследственным онкологическим анамнезом. В контрольной группе без анамнеза только у 6,38% пациентов. В 56% случаев пациенты с выявленными мутациями имели высоко дифференцирные неомы. Также было определено, что наличие наследственно отягощенного анамнеза у родственников первой и второй линии родства увеличивает частоту выявления мутации в 5,22 раза по сравнению с группой, где наследственный анамнез отсутствует. Важно также подчеркнуть, что тщательно собранный наследственный анамнез может спрогнозировать наличие мутации у таких пациентов и в будущем с учетом этого подобрать уже более правильное лечение. Спасибо за внимание.